МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 20.00 в Украине на интере подробности о главных сегодняшних событиях расскажут мои коллеги в студии Наталья Белышева. Смотрите в выпуске. Две кости перебиты осколками, рваная рана руки. Кто выжил под Волновахой? Подробности вчерашней трагедии. Пятимиллионный тираж Шарли, арест комика и кто взял на себя ответственность за теракт? Сколько можно получить в России за украинский гимн? Трагедия под Волновахой. Сегодня о ней говорят все, кто остался в живых после вчерашнего удара террористов градами по автобусу с мирными жителями. В каком состоянии находятся пострадавшие, расскажет Александр Пантелеймонов. Он с нами на связи. Саша, здравствуй. Расскажи обо всем, что тебе известно. Добрый вечер. За жизнью тяжелых пострадавших врачи продолжают бороться даже сейчас, в эти минуты. Три человека в тяжелом состоянии. Это и проникающее ранение брюшной полости, это ранение и с повреждением конечностей. Нам сегодня удалось пообщаться с пострадавшими, и люди только-только начинают переходить в себя после шока и контузии. Две кости перебиты осколками, рваная рана руки. Так крови потерял. Контузия была, не слышал, слух нарушен был. Ну, сейчас слух начинает восстанавливаться. Ну, вот так. Вот эти осколки. Вот куртка моя. В которой я в автобусе ехал. На месте ранения пострадал и наш украинский боец-доброволец. Он попал в больницу с тяжелым ранением в живот. И вот сейчас, сегодня он уже пришел в себя. К нему пока еще никого не пускают. Пустили только одного самого близкого товарища. И он передал, что первые его слова были о том, что как только он поднимется на ноги, сразу вернется в строй. И вот сегодня в сети появились видео обстрела от снятой камеры видеонаблюдения на КПП. Вот это видео. Буквально видно, что всю территорию блокпоста засыпает снарядами от града. И сейчас движение по трассе Мариуполь-Донецк остается перекрытым. Военные опасаются, что будут новые обстрелы. И я хочу сказать, что не безосновательно. Сегодня мы побывали под поселком Гранитное. Там террористы просто обстреливают из всех стволов наших военных. Это и минометы, и грады, и тяжелая артиллерия. Нашим просто приходится отвечать. И во время одного из таких обстрелов снаряды едва ли не попали в центр поселка Мирное. Мы там как раз находились неподалеку. И хочу отметить, что вчера при обстреле Гранитного была тяжело ранена женщина. И так же осколком убила маленькую девочку. Ей было всего лишь два с половиной года. Конечно знал. Я тушу ранили женщину. С ее дочкой в школе учился. Ну как, она мне у матеря годится. Ну ранили живая девочка на сне. Я сидел в подвале. Опасно. Обстрелы продолжаются и сейчас. Вот периодически с восточной окраины города доносятся звуки взрывов. Пока у меня все на данный момент. Наташа. Спасибо тебе, Саша. Александр Пантелеймонов с подробностями волновахской трагедии был с нами на связи. В Киеве на Майдан вышли люди на акцию «Я волноваха». И там же находится наша Елена Зорина. Лена, что происходит сейчас на площади? Сколько людей пришло? Да, Наташа, добрый вечер. Несмотря на призывы в интернете собраться в это воскресенье, но и несмотря на холодную погоду, на Майдан почтить память погибших под волноваха люди пришли и сегодня. Кто с цветами, кто с плакатами, а кто выражал свои соболезнования семьям погибших. Вот так. Собралось здесь всего несколько десятков людей. В большинстве это те, кто имеет отношение к Донбассу, это или переселенцы, или те, кто там родился. Пришли просто сопереживать той беде, той трагедии, которая случилась в Ваналахе. Мы пришли сюда, вспомнить те жертвы, которые были вчера, вспомнить все жертвы, которые были на Донбассе. Я сам оттуда. Люди признались, нам собрались спонтанно, прочитали призывы в соцсетях. Еще вчера там стартовал флешмоб по аналогии с Францией, где после нападения на еженедельник Шарли Эбдо люди начали размещать картинки «Я Шарли». Украинцы же писали «Я Волноваха» и соответствующие надписи вместе со своими фотографиями также публиковали в соцсетях. Это объединение украинцев не имеет никакой политической окраски. Это трагедия Украины. Люди, которые погибли, это граждане Украины. В это воскресенье должна стартовать более масштабная акция. Это марш единства, опять же, по аналогии с Францией. Также в соцсетях украинцы призывают прийти на нее президента, призывают также пригласить мировых лидеров и представителей общественных организаций. Но пока не ясно, кто же это приглашение принял. Также не ясно, будет ли украинский марш таким же массовым, как марш в Париже. Ну а завтрашний день в Украине объявлен днем траура. Наташа. Спасибо, Лена. Елена Зорина была с нами на связи с Майданной заложенности, с акцией «Я Волноваха». Память погибших под Волновахой почтили львовяне. Их было несколько сотен, в том числе переселенцы с Донбасса, на проспекте Свободы у памятника Шевченко в центре города с плакатами «Я Волноваха», «Я Донбасс», «Я Украина». Из лампадок выложили слово «Волноваха» и помолились за души жертв боевиков. Участники акции намерены выйти еще и на марш мира в воскресенье 18 января. О Волновахе говорят и народные депутаты. К чему призывают, к кому обращаются и чем еще сегодня занимался парламент. Екатерина Лысенко подробнее. Я Волноваха. Такими плакатами сегодня завешен весь сессионный зал. Все говорят о вчерашней трагедии, скорбят о погибших. 12 людей, которые загинули. А у трибуны фракция за фракцией призывают людей выйти на марш мира. Это месть террористов, особое внимание к Волновахе. Волноваха никогда не снимала украинский флаг. Мы нация, сделавшая свой Майдан, неужели мы не сможем сделать марш мира? Давайте выходим в неделю на марш, антитеррористичный марш мира. Если у нас выйдет миллион людей, как это было, когда начался Майдан 1 грудня, мы остановим Путина. И еще в Раде быстро пишут обращения к Европарламенту и ПАСЭ. В тексте слова о Волновахе призывают продолжать политику санкций против России и включить ДНР и ЛНР в список террористических организаций. 241 решение принято. Текст обращения принимают, а вот на другие законопроекты голосов не хватает. Пропонуем сформировать криминальную ответственность за раскрытение газа. Мы идентифицируем раскрытение газа на всех этапах. На этапе добывания, на этапе подготовки до транспортования, транспортования, распределения, а также споживания концевыми споживачами. В предприятии теплокоммунэнерго, более маленькие котельные, которые работают в школах, в больницах, в детских садиках, начинают отопительный сезон, не имея так называемых лимитов, то есть квод от нафтогаза на поставку газа. И принятие закона в таком виде, когда за это будут в тюрьму сажать главврача, директора школы, который дал тепло больным или детям, точно неприемлемо. На следующие законопроекты голосов тоже не хватало. В сессионном зале даже подумали, как выманить депутатов из кулуаров и буфетов. У меня есть идея. Я думаю, что поставлю магнитный замок в двери. 10 часов закрылся и в 6 часов открылся. С натяжкой не хватило голосов, чтобы усилить ответственность военных. 238 решений принято. Такие посиленные ответственности используются. Непокорие, невыконание наказа, опору начальника или преимущественного допорушения служебных обвязков, угроза или насилия о чем-то начальника, самовильное залишение военного части или места службы, дезертирство, ухиление военного службы. Не может никто отмолваться от мобилизации. Административная ответственность посиливается в 4 раза, если брать по криминальной ответственности до 5 лет. Усиленную ответственность приняли только в первом чтении. Тексты еще допишут, перепишут и потом снова в зал. А вот пенсионный возраст для женщин предложили сократить сразу и окончательно. Право на выход на пенсию 55 лет надается женщинам, которые имеют стаж 30 лет. То есть женщина должна работать с 25 лет, безперервно. Вы что, не знаете, что женщина после 45 лет просто не может найти работу? Или вы как выборцы, они не обратятся к вас? Фракция политической партии «Опозиционный блок» будет голосовать за этот закон. Больше того, мы предлагаем этот закон проголосовать сегодня в целом. В целом и приняли. 256 тысяч рублей принято. Далее нам нужна серьезная пенсионная реформа. Мы должны ее сделать. Той бюджет, который был принят, это просто полная фигня. Мы будем ее оскарживать проспелками. Есть норма в законодательстве, что любые значения социальных законов должны согласиться с проспелковыми организациями. Этот бюджет не был согласен. Говорили в Раде и о гимне. В марте будут праздновать 200 лет со дня рождения автора Вербицкого. Нардепы просят хотя бы в этом году оставить текст в покое. Я прошу всем гимнотворцам, которые хотят изменить гимн. В этом году не изменять гимн. Спеваем гимн так, как он есть и восстанавливаем его. Гимн пропели и о иллюстрации не забыли. Это вчерашние кадры. За трибуной замминистра регионального развития Дмитрия Исаенко. Чуть позже нардепы заставили его отказаться от статуса участника АТО. Чиновник его присвоил, чтобы избежать иллюстрации. От статуса Исаенко отказался прямо в зале, а сегодня и от должности. То, что чиновник, который с удовольствием выкладывает на своих страницах фотографии полетов на Кубу, в Лондон, еще куда-то при своей зарплате, вдруг выясняется, что он легко отказывается от статуса участника АТО, который был у него незаконный и также легко освобождает занимаемую должность, то есть говорит о том, что достаточно много, так называемых, своих находится на местах, которые должны занять профессионалы. Но врага тем временем думает над законопроектом, который бы ужесточил условия предоставления статуса участника АТО. Екатерина Лысенко, Ирина Романова, Евгений Каминский, Вадим Сверидонов. Подробности телеканал Энтер. И там же в парламенте не утихают страсти из-за закона о кворуме акционеров. Кто требует внести поправку и закрыть лазейку для олигархов, а кто против, знает Алексей Пшеницкий. Первая серьезная победа нового парламента над олигархами. Так уже многие охарактеризовали закон о кворуме акционеров. У государства появился шанс взять под контроль крупнейшего нефтедобытчика страны – Укрнафту. Укрнафта – предприятие, где государство владеет контрольным пакетом акций, но протягом больше, чем 10 лет не могла проводить сборы акционеров и призначать руководителей, не могла распределять дивиденды и получать их доход в бюджет, не погодившись с одним из олигархичных кланов. Речь о группе «Приват». Она официально контролирует 42% компании. Это сотни миллионов долларов, которые теряло государство, лишенное возможности созывать сборы акционеров. Но чтобы вернуть контроль, в текст нужно внести правку, иначе ждать придется целый год, так как сейчас половина акций государство владеет через нефтегаз. Главный вопрос, почему за столь важность для страны закон отказалась голосовать почти вся депутатская фракция «Народный фронт». Из 82 нардепов за проголосовали лишь 13. Оправдываются, хотели голосовать за другой, схожий законопроект. Но Пашинский момент голосования был в зале. Его видели журналисты. Эксперты уверены, законопроект хотели провалить. Фракция «Народный фронт» была ангажирована. Дошло до того, что отдельные депутаты, включая господина Иванчука, Пашинского, они просто выняли карточки перед фактом голосования. Господин Иванчук, глава профильного комитета, просто блокировал рассмотрение данного законопроекта на всех его стадиях проработки в Верховном Совете. Это вообще абсурд, извините. Фракция «Народного фронта» в большинстве фракций не проголосовали за этот закон. Что дало подставу, лишь не заявый раз, переконатись в том, что действительно связок между фракцией и группой «Приват» и «СМУЕ». Те, кто голосовал за, уверяют, «Народный фронт» всецело не поддержал бы ни один законопроект о кворуме. Дал ли «Народный фронт» трещину, не пройдя первый тест на борьбу с олигархатом, покажет время. У депутатов есть возможность исправиться, неся изменения, чтобы свои права государство могло вернуть уже сейчас. Свою роль может сыграть и правительство, выведя долю страны в «Укрнафте» из-под контроля нефтегаза. Алексей Пшимыски, Сергей Еременко. Подробности – телеканал «Интер». А пока «Укрнафта», «Нафтогаз», «Укрспирт» вошли в перечень госкомпаний, подлежащих смене руководства. Эти предприятия попадают под критерии, озвученные министром экономического развития и торговли Айварсом Абрамовичесом. А именно, если активы компании превышают 2 миллиарда гривен или оборот составляет полтора, то новых руководителей выберет независимая комиссия на публичном конкурсе. В комиссию войдут 5 министров и 5 независимых экспертов. Я ожидаю, что эта комиссия, номинационный комитет, в дальнейшем будет тоже утверждать независимых членов наблюдательных советов этих же компаний. А на самом деле, это, я бы сказал, даже второй шаг в улучшении корпоративного управления. Первый был сделан вчера в Верховной Раде, когда был проголосованный закон о 50% плюс 1 акция. Со дня похорон прошло 3 месяца и никакой компенсации. Почему родным погибшего бойца правительство не выдает обещанные деньги? Наш сюжет из Черкасской области. Скромный дом семьи Мельничуков в селе Веселый Куд. Деревенская учительница со слезами на глазах пересматривает фотографии. Своего мужа Виктора Ирина провожала в армию дважды. Первый раз сразу после свадьбы. Второй – полгода назад. Он сказал, что прийду домой, все будет хорошо. Он сказал мне всегда, что мы на своей земле. Это они пришли к нам. И мы им дам увидеть. Это видео было снято на позиции 128-й горнопехотной бригады всего за несколько дней до гибели Виктора. Блокпост ежедневно обстреливали. 12 октября у ног сержанта Мельничука разорвалась мина. Он погиб. Отца и мужа похоронили, но на этом кошмар для семьи не закончился. Сыну Вадиму даже стыдно говорить. Справки, документы на оформление положенной компенсации ему пришлось в буквальном смысле слова выбивать из чиновников. Документы помог собрать сельский глава. Их в начале декабря передали в Министерство обороны. Но положенные 609 тысяч гривен родственники до сих пор не получили. Тогда глава села сам позвонил в Минобороны. И вот что ему там ответили. На данный час Министерство обороны заборгувало 44 миллиона гривен. Они сказали, что если ты вернешься в Министерство в районную прокуратуру, то все равно эта скарга вернется к нам. А просили, рекомендовали через особи массовой информации не оприлюднивать эту информацию. Только после нашего запроса Минобороны пообещали в ближайшие дни перечислить родным Виктором Леничева компенсацию. Говорят, долго образовался из-за праздников. Казначейство не работало. У нас сегодня действительно документы оформлены на 45 погибших и 264 раненых. Значит, деньги мы частично получили на этих людей. Частично мы получим еще до конца месяца. И с этими семьями мы в этом месяце полностью рассчитаемся. Ирина каждую неделю приходит на могилу своего мужа. Говорит, конечно, никакие деньги его не заменят. Но сыновей нужно на ноги ставить, оплачивать учебу в вузах. А со скромной зарплатой учителя это сделать очень сложно. Ирина Романова, Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко, подробности Телеканал Интер, Черкасская область. В России сегодня попытались осудить оппозиционеров за украинский гимн. Где и почему звучало щенов Мерла, знает наш московский корреспондент Данил Русаков. Более семи часов активисты российского протестного движения провели в полиции. Туда их направили из-под стен следственного изолятора Печатники. Его еще называют женское СИЗО. И именно там сейчас содержится Надежда Савченко. А вот, собственно, и сама причина задержания гражданских активистов. Как оказалось, прослушивание гимна Украины в машине у стен тюрьмы это правонарушение, за которое даже статья об уголовном кодексе нашлась. Мелкое хулиганство называется. Так посчитали сотрудники МВД. После продолжительного пребывания в органах внутренних дел активистку Екатерину Мальдон прямиком повезли в суд наказывать по всей строгости закона. Судья Маслов, в общем-то, на удивление вменяемый. То есть он действительно на полном серьезе опрашивал этих ОМОНовцам и как бы выслушивал, не перебивая, не затыкая рот. Наказывать Екатерину не стали. Заседание перенесли. Любинский суд Москвы слушал дело почти полтора часа. Все это время возле входа в здание дежурил ОМОН. Даже автозак на всякий случай подогнали. Еще трое задержанных ожидает решение московской. Эфемида до сих пор заседание сегодня планируют проводить до глубокой ночи. Данил Русаков, Сергей Ведмит, Московское бюро, телеканал Интер. Но в Армении у ворот российской базы в Гюмрии собрались тысячи местных жителей и требуют выдать армянским следственным органам российского солдата. Акции проходят также у здания Генконсульства России в Гюмрии. Перед областной администрацией и прокуратурой в понедельник Валерий Пермяков убил семью из шести человек, в том числе двухлетнего ребенка. В тот день солдат отправился гулять по городу, предположительно зашел в дом, чтобы попросить воды и по неизвестным причинам расстрелял людей из автомата. Позже его задержали пограничники при попытке бежать в Турцию. Сейчас с нами на связи Руслан Смещук. Он находится на востоке, следит за ситуацией возле Донецкого аэропорта. Руслан, здравствуй. Как прошел твой день? Наталья, наша группа работала сегодня в поселке Пески. Там позиции военных и добровольцев прикрывают защитников Донецкого аэропорта. Вот со вчерашнего вечера и до сегодняшнего утра там были сильнейшие за все время обороны поселка обстрелы. Десятки воронок, десятки побитых домов. По словам солдат, вот кроме гаубиц, градов, танков и минометов, против них применяли даже буратино. Это российское вооружение нового поколения. Этот реактивно-огнеметный комплекс выжигает гектары территории. Распилю, как бы, речевину, перший подрыв. Вот на раз такая хмара речевина, а потом подрыв уже своей хмарой идея, какая от России. Был такие обстрелы, какие пески еще за всю их... Ну, эту историю я тут с самого начала еще не видел. Тобто, сюда была заведена артиллерия всевозможная. Мы пообщались с защитниками аэропорта, которые сегодня вернулись с метеостанции. Говорят, что вчерашний ультиматум боевиков был бравадой, своеобразной игрой мускулы. Военные продолжают удерживать свои позиции на территории воздушной гавани. Также вчера там произошла ротация. Раненых бойцов вывезли, а новых завезли на позиции. Весь день в Песках велась контрбатарейная борьба, то есть украинская артиллерия прикрывала огнем защитников аэропорта, а также пыталась подавить артиллерию боевиков. В поселок постоянно прилетали мины, нам приходилось периодически прятаться от обстрелов. Миломет! Вы! Мы поддержали аэропорт. По них там всего-то херачить, типа такого, пушки, танки. Ну, тогда и направили. Поддержку, потушить огневые точки. Ну и вот, как сообщили военные, за ходом солнца интенсивность обстрелов в Песок увеличилась, там снова идут полномасштабные боевые действия. Наталья? Спасибо, Руслан. Руслан Смещук был с нами на связи о ситуации в районе Донецкого аэропорта. С надеждой на мир обычные люди рассказывают нам каждый день о том, что происходит в оккупированных Донецке и Луганске. Давайте послушаем. Донецке тяжелая артиллерия работает сегодня с раннего утра и весь день без перерывов. У нас просто сердце обливается, когда мы думаем о тех людях, которые сейчас вот в аэропорту защищают нас. Мы все еще очень надеемся и ждем освобождения как самого большого чуда и сюрприза и праздника в этом году. Все дети, даже самые маленькие, знают, когда рады, что это и как называется. И вот сейчас грохот такой ненормальный. Мы сегодня утренний проводили в честь Старого Нового Года с малышней, 2-й, 4-й класс и 5-й, 7-й уже не успели. Вон, стекол, а мы скачем, в игры играем, а грохот стоит. Война продолжается со страшной силой, перерыва практически нет. Мы живем в аду. Мы все здесь начали верить в приметы. И вот впервые у нас количество новорожденных мальчиков стало ниже. 36 против 54 новорожденных девочек. Может быть, эта примета сработает. У нас скоро будет мир. Петр Порошенко гарантирует, призывников новобранцев в зону АТО отправлять не будут. Сегодня президент подписал указ о проведении трех этапов мобилизации в 2015 году. Также пообещал, вскоре будет подписан указ о демобилизации. Порошенко поручил главам обл. администрации обеспечить соцгарантии тем, кто вернется из зоны боевых действий. Ответственность за теракт Шарлиевдо взяла на себя еминская ячейка аль-Каиды. Тираж нового номера еженедельника сегодня бьет рекорды. Какие и кто во Франции не Шарли? Подробнее обо всем София Гордиенко, наш европейский корреспондент. Что позволено Юпитеру, то есть сатирикам из Шарлиевдо, то не позволено темнокожему комику антисемиту Дьедоне. Еще в воскресенье в фейсбуке он написал «Я чувствую себя Шарли Кулебали». Многие тут же расценили этот пост как поддержку одного из радикалов Амеда Кулебали, который вместе с братьями Куаши убивал людей в Париже. Но одно дело пересуды публики, другое осуждение премьер-министра. Вальс, выступая в нацассамблее, фамилию Дьедоне не назвал, но все поняли, о ком идет речь. Какой позор опять видеть постыдные рецидивы ненависти. Мы должны разобраться с теми, кто сеет вражду. Премьер сказал, полиция отреагировала. Комика арестовали и в том же фейсбуке он написал «Ну почему Шарлиевдо можно, а мне нельзя?» Вопрос литерический. Если в журнале высмеивали идеи и идеологии, то Дьедоне взял и поддержал убийцу. А судя по комментариям и лайкам, он такой не один. Его встречают аплодисментами, а он не может сдержать слез. Это Люсф, автор практически всех карикатур на пророка Мухаммеда из Шарлиевдо. Он даже не раздумывал, кто и с какими словами должен появиться на самой свежей обложке. Я знал, что хочу нарисовать Мухаммеда с табличкой «Я Шарли». Посмотрел на него, стал плакать и написал «Все прощено». И хотя жизнь Люза, как и его коллег до сих пор под угрозой, им не только дали приют коллеги из газеты «Либерацион». Они почти за честь недельника вышел небывалым тиражом 5 миллионов экземпляров на пяти языках. Его раскупили в первые же минуты. Добились ли верные сыны Аллаха своего еще вопрос. Ведь пророка Мухаммеда, из-за которого все началось, теперь не в самых приятных ипостасях изображает весь прогрессивный мир. София Гордиенко, Василий Трышковский. Подробности Европейское бюро телеканала «Интер». Кто купил дом беглого министра МВД Захарченко и почему его усадьба, как и дом Януковича, не была под арестом. Смотрите далее. Увольнение в ГАИ. За что распрощались сотни инспекторов? Кто следующий? И начало ли это обещанных реформ? Подробнее Елена Митясова. МВД начинает уборку в ГАИ. Начались те, кто выполнял преступные приказы предыдущей власти во время Евромайдана. Уволены 102 инспектора. Не по статье, по закону иллюстрации. Все эти рапорты, все эти протоколы, которые складывались на представителей Автомайдана, у нас есть. Мы их надали соответствующим органам, которые проводят расследование. 38 открытых уголовных дел и это не предел, говорят в ведомстве. После инспекторов пойдут руководители. На пустые места в Киеве уже объявили набор добровольцев в новую патрульную полицейскую службу. Почему не так кардинально, как было в Грузии? И о чем опыте так много говорят наши политики. Там одновременно всех уволили и заменили новым. Если мы сейчас возьмем и уволим и наберем новых честных людей, но не поменяем систему, государство к этому не подтянется, они очень быстро станут снова коррумпированы старой милицией. И вот что говорят о реформаторском опыте Тбилиси наши грузинские коллеги. В масштабах всей Украины проводить такую реформу наверное гораздо сложнее, чем это было в масштабах всей Грузии. Плюс еще один момент. В Грузии, когда приходила новая власть, все были абсолютно за то, чтобы полностью реформировать эту структуру. Но если это делать все такими мелкими шагами, как сейчас проходит в Украине, я думаю, что эта реформа затянется, если на годы, это еще в лучшем случае. Но у замглавы экспертного совета при МВД есть и другой пример. Нужно поменять систему и тогда вы просто сами увидите, что те, кто привык работать по старому, они сами уйдут, потому что они не смогут работать по новым правилам. Прозрачным, честным и относительно откровенным перед публикой. Этот путь прошла Литва, Польша. Но пока законодательной базы нет, а значит расформировать ГАИ и создать новую структуру полицейские патруль сегодня нельзя, утверждают эксперты. По закону вызначено, что там автомобильный транспорт имеет право заполнять инспектор государственной автомобильной инспекции. А такой и не имеет. А тут заполняет суперобитник другого органа. Пока будут обучать новых сотрудников, законы могут измениться. Но где возьмут деньги на выплату компенсаций уволенным милиционерам? Бюджет минимальный, а новобранцам полицейской патрульной службы уже обещана достойная зарплата, которая позволит не заглядывать в карман водителю. Правда, о какой сумме идет речь, пока молчат. Елена Митясова, Владимир Самченко. Подробности телеканал Интер. В Министерстве юстиции будут работать четыре иностранца. Все они пока граждане Грузии. Первым замом министра Петренко станет Гея Гитсадзе, декан Юрфак от Белийского университета. В 2003-м он занимал аналогичную должность в Грузии и был представителем президента Саакашвили в Эмирете. Собственно, первым о его новом назначении написал в фейсбуке Саакашвили. Гитсадзе станет курировать вопросы антикоррупционной политики и реформы исполнительной и регистрационной службы. Также в Минюст идет Джамбула Ванаидзе. Ранее он занимал должность заместителя министра юстиции Грузии. Теперь же будет отвечать за реформирование госрегистрационной службы. Поможет ему в этом Георгий Циклаори, который работал в подобной системе в Грузии. Реформами исполнительной службы Украины займется Хатя Шилия. В минувшем она возглавляла юридическую службу Национального бюро принудительного исполнения в Грузии. Все специалисты приступят к работе после того, как получат гражданство Украины. Особняк Януковича в Киеве. Квартира Ставицкого. Многомиллионная недвижимость теперь с новыми владельцами. Кто еще успел позаботиться о своем поместье? Подробнее Татьяна Авинникова. Село Романовка в часе езды от Киева. Ни одной таблички с названиями улиц и номерами домов здесь нет. Зато здесь есть вот этот дом с высоким забором. Это усадьба площадью 1300 квадратов. Дача беглого экс-министра МВД Виталия Захарченко. Стоит такое имущество десятки миллионов долларов. И здесь теперь новый законный хозяин голландская компания. Это разузнала моя коллега из издания Deutsche Welle Катерина Каплюк. История мутная. Усадьбу оформили на жену Захарченко Людмилу. И так далее по цепочке из по крайней мере семи фигурантов. Один из которых кстати совладелец одного из украинских телеканалов. Классическая схема махинации с недвижимостью. На Захарченко открыто уголовное дело. Но имущество не арестовали. Вот документы из реестра недвижимости. По ним земля и дом не отчуждались. Шагов со стороны в первую очередь правоохранительных органов не предпринято. Понятно, что это имущество никак не арестовано. И оно может спокойно отчуждаться в пользу третьих лиц. В данном случае это мы уже увидели на примере дома Захарченко и на примере дома Януковича. Вы с этими домами уже ничего не сделаете. Это поместье Захарченко, дом на Оболонской набережной в Киеве Януковича, квартиры Ставицкого по всей перепроданной не арестованной недвижимости бывших больших боссов. Мы с запросами обратились в генпрокуратуру. Все же есть ли механизмы ареста и передачи в госсобственность? Нам по-прежнему обещают ответить. Скоро. Ждем. Татьяна Авинникова, Павел Лысенко, подробности телеканал Интер. Ну а пока, как стало известно, сам Захарченко собирается в Севастополь. 16 января будет там праздновать годовщину основания Беркута. В постели с принцем ей было 17 и ее принуждали к интиму с ее высочеством герцогом Йоркским. О чем пишет в своих дневниках секс-рабыня, как реагирует на ее мемуары принц Эндрю и чьи еще фамилии всплывают в связи с этим скандалом. В секс-скандале с участием принца Эндрю появляется все больше пикантных подробностей. Американка Вирджиния Робертс публикует свои девичьи дневники. В них множество интимных нюансов отношений с членом британской монаршей семьи, в том числе совместное принятие ванной. И это далеко не самая откровенная часть записей. Скандальная история всплыла в начале года. Имя сына королевы Елизаветы II упомянули в ходе американского расследования против миллиардера Джеффери Эпстина, близким другом которого является принц Эндрю. Сразу несколько женщин обвиняют Эпстина в принуждении к половым отношениям с влиятельными людьми. Кстати, за схожие преступления миллиардер уже провел больше года в тюрьме в 2008-м. И тогда, как верный друг герцог Йоркский не отказался от дружбы с Эпстином и даже посетил вечеринку в честь его освобождения. Позже ему, правда, пришлось извиняться за это. А неразборчивость в выборе друзей стоила Эндрю должности. Принцу пришлось отказаться от высокого поста торгового представителя Британии за рубежом, который он занимал 10 лет. Конечно же, его высочество опровергает все обвинения. Даже Букингемский дворец делал сразу два заявления о невиновности принца, тем самым изменив своей традиции не комментировать желтые скандалы. Но буря не утихает. Более того, вовлекает все больше випов. В показаниях женщин, которые называют себя секс-рабынями Эпстина, уже фигурирует известный американский юрист Алан Дершевиц и даже экс-президент США Билл Клинтон. Светлана Чернецкая, Валентин Белич, подробности Британское бюро телеканала Интер. Историческая встреча. В апреле Барак Обама и Рауль Кастро могут встретиться и пожать друг другу руки после долгих десятилетий вражды и санкций. Об этом говорят сегодня в Вашингтоне. А еще обсуждают покушение на спикера палаты представителей Иисус Дьявол и Болой Бармен. Подробнее обо всем Дмитрий Еловский, наш американский саркор. Фигура очень противоречивая. Республиканец до мозга костей его сразу не взлюбила либеральная общественность. Но чтобы обвинить политика в распространении Эболы, такого еще не было. Бармен Роберт Хойт из штата Огайо, от которого Бейнер и попал на высоты Капитолия, недавно позвонил на 9-11 и сообщил, что собирается отравить спикеров, потому что тот является дьяволом воплоти создателем вируса Эбола. Убийство было более чем возможно, учитывая, что Хойт работал барменом Потом оказалось, что бармен недавно был уволен, ну в чем он, конечно же, тоже обвиняет политикой и при этом себя Хойт, считаясь Христом, который призван наказывать. Ну, в общем и правда, выходит сущий дьявол этот Бейнер. Ну Хойт, конечно, заинтересовались полицейские, а потом и медики-психиатры. Теперь он находится под их надзором. Полиция обратилась и к Джону Бейнеру, но тот сказал, что бармена не помнит и особых контактов с ним в загородном клубе не имел. Выяснилось также, что Хойт уже наблюдался в психиатрической больнице пару лет назад. Подробности того инцидента не разглашаются, врачи дают очень сухую формулировку. Инцидент связан с психической нестабильностью. Что касается спикера палаты, то он не испугался, поблагодарил полицию, ФБР и власти Огайо за то, что изолировали так называемого Христа. В любом случае, скандал тут разразился достаточно громкий. Лишним пиарной политикой, которого многие считают одним из самых влиятельных людей Америки, уж точно не будет. Дмитрий Ивовский, Никита Исаик и подробности Американское бюро телеканала Интер. Волонтеры просят правительство разработать единые правила оформления гуманитарной помощи. После введения пропускного режима доставлять продукты на оккупированные территории стало гораздо сложнее. Несмотря на задержку с оформлением в Днепропетровске, в зону конфликта все же отправились 130 грузовиков с продуктовыми наборами и детским питанием. Там самые простые продукты, которые позволяют людям не умереть с голода. Как вы знаете, пенсионеры пенсии не получают, нет соцвыплат, инвалиды, дети, старики, все находятся на грани выживания. Грандиозным маскарадом отметили Старый Новый год на Буковине, уже традиционно там прошел фестиваль маланок. По-особенному праздник встретили в поселке Красноивск на родине национальной Маланки. Несколько сотен ряженых в образах дедов, цыган, медведей, а также военных и известных политиков превратили центральную улицу в настоящий карнавальный городок. Сначала ходили от дома к дому, потом прошли с маскарадным шествием по всему поселку. Посмотреть на это действие съехались тысячи туристов со всей Украины. Несколько лет назад мне посчастливилось увидеть такое действие в Черновцах, но так как оно происходит здесь, у истоков, мне нравится даже больше. Следите за развитием событий на нашем сайте подробностей Юэй. В прямом эфире мы увидимся уже завтра. Хорошего вам вечера, доброй ночи и до встречи в подробностях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова